Вот это книга про яблоки, про рапунтель. Это про солнце и про море, то есть как они сделаны. Здесь на телевизоре показывают дружбу тюльпана, цветка, бабочки, синего листика и, конечно же, снежинки. Ну, я, конечно же, еще не дорисовала. Вот это яичница. Это пульт. Пульт? Да. Вот это вот. А для кого ты это рисуешь? Ну, для Юли, для Алексея, для Насти. Твоих кукол? Да. Вот так. А сегодня мы что с тобой покупали? Ботинки зимние. Ботинки зимние мы сегодня с Лизой покупали. Привезли нам сюда домой. Это сайт для мода, кому известен. Наверное, во всех городах России почти представлен. И мы выбрали ботинки, Лизе примеряли. Зимнюю обувь. Сделаю обзор на своей личной странице, где, ну, вот, собственно, обзор вот таких покупок я и публикую. И там посмотрите, что мы выбрали. Покажу цены, расскажу наши впечатления. А пока продолжим. Привет всем. Меня зовут Юля. Вы находитесь на моем канале о вязании Юлия и Емеля. Это канал не только о вязании, а обо всем, что с этим связано. Сегодняшнее видео – это видеовлог, который является продолжением предыдущего влога, в котором я рассказывала о своих навязанных изделиях и о моих планах на будущий месяц, когда будет ярмарка. Так вот, ввиду того, что сейчас объявили вот эти каникулы, да, кавикулы по всей стране, ну, в общем, в Москве это в том числе, наверное, в первую очередь объявляют, потому что есть высокий рост заболеваемости. И как раз, как раз моя ярмарка попадает аккуратно в эти каникулы, и не только в кавикулы, но еще вообще в каникулы какие-то там про праздник ноябрьский, но это не суть. Но главное, что отменили, в общем, ярмарку, и теперь мы будем участвовать в ярмарке в другую дату. Нам написали организаторы, что мы можем либо вернуть деньги за несостоявшуюся ярмарку, либо перенести дату участия. Ну, мы выбрали вариант переноса даты участия, выбрали ноябрь, не ноябрь, а именно декабрь, начало декабря, это 10 числа декабря. То есть, получается, аж через целый месяц, ну, надеемся, что там уже не будет никаких таких суровых ограничений по проведению массовых мероприятий, и наша ярмарка, наконец, пройдет. Я даже в Инстаграм, да, опубликовала такую шутку в стори, что очень я удачливая. Удача, фэфортуна, да, фэфортуна. Вот, это все про меня. В общем, первое участие в ярмарке сразу вот такое интересное. Ну, я решила объявить об этом здесь на YouTube, рассказать, потому что достаточно широко об этом, да, громогласно объявила. Как обычно это бывает, молчи до того, пока ничего не произошло, и тогда уже, когда все свершилось, рассказывай. Ну, это не тот случай, когда можно сильно об этом молчать, поэтому я рассказала, что планирую, и сейчас, вот, к сожалению, мы переносим эту дату. Будем ждать следующую. Из навязанного мне сейчас пока особо нечего показать. Я довязала шапки, которые связаны на машинке. Шапку одну, наверное, покажу вот здесь фотографию, какую шапку я имею в виду. Точно такую же, только в бежевом цвете. И палантин точно такой же, только в серебристом цвете. В общем, вот, сейчас идет у меня в процессе вот этот шарф. Я его показывала в предыдущий раз. Он мне интарсии. И я провязала уже, ну, всю интарсию практически. Вот последняя часть, видно? Интарсия у меня пошла вот здесь. И уже вот этот бежевый цвет пойдет более стабильно захватывать территорию. И вся остальная часть шарфа будет уже бежевая. Также хочу, наверное, рассказать о том, что я планирую связать. Связать в этом сезоне или к весне. Посмотрим, как получится. Я посмотрела тенденции, которые сейчас интересны, в принципе, вязальщицам и тем, кто носит изделие. И хочу связать манишку. На манишку я уже взяла пряжу. Сейчас покажу. Выбирала я, выбирала цвета. И выбрала вот такие темные баклажановые, сиреневые, с синим отливом, чернильным. Почему? Потому что у меня появился новый пуховик. Он темно-темно-синего цвета. И к нему наиболее подходящий я хотела подобрать. Не сильно выбивающийся по цвету. Там такой объемный внешний воротник. Дуд, это пуховик пальто. То есть это ткань как для пуховика, длина как пальто. Вот широкий, отстающий от шеи воротник, горловина. И как раз вот внутрь задувает воздух. И хочется вот как манишка. В общем, этот тренд, который сейчас появился, он как раз подойдет. И вот эту манишку я хочу связать примерно в тон пальто. Чтобы не сильно он выделялся. Чтобы я могла носить более разнообразные шапочки. Чтобы не сильно это была рябь такая, что там один цвет, здесь другой цвет. Нет, я хочу более сближенный к цвету пальто. Поэтому взяла вот такие две пряжи. Это моя любимая кварца гранда. Кто уже знаком с этой пряжей, либо видел у меня в публикациях, в видео. Посмотрите, я вяжу, связала уже жакет из этой пряжи серого цвета. Французский серый. Показываю, каким рисунком я связала этот жакет. Тоже поставлю ссылку. Очень довольна этой пряжей. Не устает повторять. Там не такая широкая палитра цветов. Но из того, что есть, я готова выбирать еще и еще. И добавила мохер. Это мохер стопроцентный. Он такой же толщины, как и мохер на шелке или мохер на полиамиде. 25 грамм, 225 метров. Стопроцентный мохер. Вот такой тоже чернильный. Насколько я знаю, он очень пушистый. Когда я его использую, я буду делать подмод к этой ниточке. То есть, одна ниточка будет кварца гранда. Одна ниточка вот этого мохера. И будет довольно-таки пушистая вещь. Манишки я вдохновлялась несколькими производителями. Это производитель Кос. Кто его знает, достаточно модная молодежная одежда. Покажу здесь манишку, которую они предлагают. Также мне понравилась манишка от Этро. Но она более короткая. Я хочу подлиннее, где-то длиной до пояса. Как сейчас, собственно, и предлагают вязать. И мне еще нравятся другие манишки. Я уже не помню производителей. Или покажу вам еще эти фотографии, которые меня заинтересовали. Эти изделия. Может быть, они тоже вас вдохновят. И вы свяжете для себя свою манишку. Я, кстати говоря, хочу сделать на молнии. То есть, не облегчить его, а усложнить себе жизнь. Но я думаю, это наиболее приемлемый вариант. Я хочу, чтобы это было очень облегающее по горлу изделие. Для этого нужно, чтобы окружность его была меньше. Одевать его через голову. Все вот это, когда, знаете, одеваете все волосы, все электролизуется. Либо тоже с макияжем. Неудобно. Поэтому я сделаю на молнии. Как сейчас предлагается, молния где-то до середины груди. Так мы и сделаем. Буду вязать. Буду снимать мастер-класс на эту манишку. Посмотрим, какой еще рисунок я использую. Потому что здесь вот эта кварца Гранта 50 грамм 100 метров. То есть, она достаточно толстая, чтобы делать, например, полупатент. Хотя тонкую я тоже не хочу. Может быть, это будут косы. Может быть, это будет резинка 1 на 1. Я еще попробую, проэкспериментирую эту пряжу и решу. Прямо решение. Также мне еще интересно связать сетку. Я обнаружила, что оказывается, достаточно много предлагается вот таких сетчатых джемперов, в которых идет вточной рукав. Как вы обратите внимание, по большей части именно вточной рукав. Равномерная сетка клетка. То есть, она какая-то не касая, не ажурная. А именно клетчатая какая-то вещь. Либо идут такие большие дыры. У этих джемперов вот это мне особенно понравилось. С большими дырами вот эти ромбы. Размышляла я, как бы мне его с себе связаться. С удовольствием бы носила. Но пока еще не пришла к мнению. Там, конечно, можно применить несколько вариантов. Связав, например, квадраты, которые сшить и прочее. Но я не хочу, чтобы это было слишком рукотворно. Слишком, знаете, прикладное что-то. Как вы знаете, я это не очень люблю. Поэтому, наверное, я эту вещь не буду исполнять. А вот сетку я бы даже с удовольствием связала и носила. Я еще подумаю. Но хочу выбрать тоже толстую пряжу. Ну, примерно, как вот эта. 50 грамм 100 метров или толще. Тогда это будет очень интересная сетка. Такая нестандартная, как обычно вяжутая с классической толщины пряжи. А вот такая объемная. Кстати говоря, это будет очень теплая вещь. И тоже, если добавить нитку махера к основной пряже. Потому что она будет и греть, и в меру продавать. Это нужно надевать, скорее всего, тогда на какую-то водолазку. Или на рубаху. И будет хорошо. Еще мне интересны вот такие майки, которые сейчас я вам показываю. Майка, которая сейчас на экране, это тоже производитель КОЗ. Как вы видите, они используют этот жгут крупный. Не только в майке, но и в костюме я еще их обнаружила. То есть, вот эта история с такими сетками, с косами, с отверстиями в изделиях часто встречается у разных производителей. Видите, история идет в сетке, либо в узорах. Я еще видела в мужском свитере такие отверстия между основным полотном и косой. Поэтому, в принципе, это очень актуально и достаточно трендово. Я, конечно, за такими острыми тенденциями моды не особо слежу. Но хочется иногда вот как бы стрельнуть и быть тоже на волне не хуже остальных. Поэтому что-то из этого я обязательно свяжу. Но манишка будет 100%, потому что я думаю, она будет не только мне интересна. Но и интересно вам. Кстати говоря, вот это пальто, которое я упоминала выше, оно действительно требует, наверное, этой манишки. Потому что я люблю одевать изнутри под верхнюю одежду не очень теплые свитера. И на улице я такая мерзлявая, мне прохладно. А манишка, она вот со спины и с груди как раз подогреет немножко и будет очень комфортно. Вот такие у меня планы. Не буду сильно затягивать. Это видео будем завершать. Если какие-то у вас вопросы, пишите. Может быть у вас какое-то желание есть что-то связать. Я могла бы вам помочь в виде мастер-класса, который я публикую здесь. Пишите ваши комментарии, давайте общаться. Следующее видео могу смонтировать по вашим вопросам, по нашему общению. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, ваши кавикулы будут удачными. И хороших вам проектов, легких петелек. И до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.